Кстати, замечу, мы были первые в мире, которые создали эту организацию. Надо просто привлечь, завлечь детей, физической культурой и спортом занимались. Первая чемпионка мира среди девушек была Мирзоева из Азербайджана. Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с очередным гостем передачи «Салам Баку» в не совсем привычном формате, в режиме онлайн. Дело в том, что наша гостья сегодняшняя, Галина Евгеньевна Горохова, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, президент Российского Союза спортсменов, живет и работает в Москве. Здравствуйте, Галина Евгеньевна! Могу я сказать «Салам», да? Конечно! «Салам Баку!» «Салам Баку!» Галина Евгеньевна, в начале апреля Российский Союз спортсменов отметит свое 29-летие, и вы были одним из инициаторов его создания. Расскажите, чем сегодня занимается ваша организация и с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться российским спортсменам? Ну, я не знаю, с какими проблемами. Дело в том, что, ну, я хочу немного поправить, мы, в принципе, будем уже 30 лет отмечать. Мы были, у нас за собрание было учредительное в декабре 91-го года. В тот период, ну, вы понимаете, какая жизнь уже была в нашей стране. Мы только создали Союз спортсменов СССР, зарегистрировались, и страна наша, к сожалению, начала исчезать с карты, да? Что отечалило, конечно, на всех, мы никогда не думали, не предполагали, что может быть такое. И поэтому надо было срочно создавать снова организацию. Мы уже в трех Олимпиадах выступили, какое-то количество уже спортсменов организовалось, причем закрывались детские спортивные школы. Спортсмены обычно в этих школах работают до конца жизни, а здесь финансирования никакого нету, и все отправились на пенсию. В общем, жизнь была очень тяжелая. И какая-то потребность в общении и в поддержке друг друга появилась. И вот мы решили такую организацию объединиться и создать. Так что мы будем 30-летие отмечать. Ну, с целью, конечно, социальной защиты спортсменов, с целью того, чтобы объединиться и общаться. Кстати, замечу, мы были первые в мире, которые создали эту организацию. Когда Самаранч приезжал в Москву, то наш президент тогда, Виталий Георгиевич Смирнов, который всем известен, потому что он был очень много десятилетий членом Международного Олимпийского комитета, пригласил нас, познакомил Самаранча. И Самаранч сказал, что вот такая организация существует, которая объединила спортсменов. Они сейчас общаются, и стало легче жить. И как-то морально стало легче. И Самаранч сказал, что это прекрасная идея. Я подумаю, на уровне международного МОКа создать. И потом действительно была организована Всемирная ассоциация олимпийских. Я думаю, что в вашей стране она тоже существует, потому что раз в 4 года мы собираемся для того, чтобы избрать президента. Очень удачный у нас президент был Ковач, из Венгрии известный товарищ, многократный чемпион олимпийских игр и мира. Сейчас, конечно, у нас президент послабее, чем Ковач. Тогда мы очень часто семинары проводили, а сейчас все онлайн, знаете, все онлайн. Хотя один классик сказал, что большое счастье – это счастье человеческого общения. К сожалению, вот этого счастья пока у нас отобрали. Но я надеюсь, что придет время, когда мы будем и не на уровне онлайн общаться, что будет очень приятно. Так вот с этой целью социальной защиты спортсменов, тренеров, для того, чтобы заниматься молодежь, для того, чтобы сохранять традиции, потому что без традиции нет прогресса. А что это такое традиция? Эту эстафету передавать следующему поколению, и чтобы следующее поколение знало тот вклад, который сделало предыдущие. Мы занимаемся вопросами воспитания молодого подрастающего поколения в духе патриотизма. Патриотизм – это не громкие слова, а тихой любовь к своей семье, своему народу, к своей родине. Вот этим и занимаемся. У нас есть много программ. У нас программа, и мы оказываем помощь нашим спортсменам. Мы по социальным направлениям много достигли. Сегодня наши чемпионы и призеры Олимпийских игр просто нормально обеспеченные люди. У них горят глаза. Не то, что в 1991 году. Были потухшие глаза. Мы получаем сейчас. Олимпийский чемпион уже с момента завоевания этого звания получает стипендию президента. Довольно... Ну, сейчас, конечно, курс доллара такой стал. Очень высокий. Но приблизительно немножко меньше тысячи долларов. И там еще какие-то льготы есть. Олимпийские чемпионы за заслуги перед Отечеством. Есть такой указ за заслуги перед Отечеством. Получают доплату. То есть сейчас ведут достойную жизнь. Это что позволяет им очень много выезжать по программе нашей Олимпийской легенды, детям и молодежи России по всей стране. Встречаться со спортсменами, рассказывать о себе, делиться достижениями наших спортсменов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Вот такая работа круглогодично у нас ведется. Мы автопробеги устраивали по различным городам с такой же целью. Ну, в общем, большая работа ведет. Галина Евгеньевна, я, насколько знаю, вы часто организовывали, ну, до карантина, естественно, встречи молодежи с ветеранами спорта, со спортсменами, чемпионами Олимпийских. Ветеранов с молодежью, вот так надо сказать. Ветераны. Я и говорю, что у нас программа Олимпийских. А вы не хотели бы вот после отмены карантина организовать какую-нибудь международную встречу, например, привезти ветеранов в Баку? Я уже команду собрала, ждем команду. Но я хочу сказать, что в период карантина мы тоже выезжали. Не все города были закрыты. Наша страна большая, и поэтому были города, где не было еще карантина, мы туда выезжали. Но практически мы где-то до августа месяца, до объявления, не выезжали. А потом тоже стали города открываться. Например, я сама лично, хотя говорят, но мне меньше, чем 65, поэтому вы понимаете. Я выезжала и в Владикавказ выезжала, и в Казань выезжала. Так что я тоже принимаю участие в этих мероприятиях. С детьми встречаться, они очень благодарны, но у нас не только встречаются, они не просто общаются. У нас спортсмены, которые по 30-35 лет работали тренером в школе, а не мастер-класс к урокам. Например, у нас 150 человек, такой олимпийский чемпион Давид Мусубес, собрал в Владикавказе детей, дал им урок, как надо тренироваться, какие тех приемы. У нас прекрасная волейболистка есть, олимпийская чемпионка Любовь Козырева, которая встречается в школе волейбольной. Она дарила свои книжки, которые она написала в начальное обучение волейбола. Ее уже нет, у нее какие-то остались книги. Вот она всем раздавала тренерам, потому что мы по малым городам выезжаем, в глубинке там практически ничего такого нет. И тренеры были в восторге. В общем, стоят вопросы о переиздании, о чем ее настольные книги. Галина Евгеньевна, а почему вы выбрали именно этот вид спорта? Чему может научить человека фехтование? Как получилось? Спорта, который все учит. И скорость мышления. И фехтовальщик должен интеллектом обладать, без определенного высокого уровня интеллекта. Там надо очень быстрое переключение мозгов, предвидеть, ну и физическая нагрузка, физически сильная и так далее. Потом этот вид спорта позволяет до очень долгих лет наступать в соревнованиях. У нас в чемпионатах мира, там до 90 лет приезжают и соревнуются за звание чемпиона мира среди ветеранов. А пришла я случайно, я учелся в личном технике, и тогда были такие КВН-телевизоры, и там такие маленькие оконочки, были линзы, которые глицерином заливались. И все на улице на нашей, я в центре жила, была моя подруга, один телевизор на всю улицу. И телевидение, ну, вроде не так много времени прошло. Один раз в неделю показывали, по четвергам, и то вечером. И у нее эта комната, она не квартиру даже мела, комнату, превращалась в излучитание. Все близкие знакомые с табуретками приходили и смотрели. И вот такая передача была, называлась «Четверг» «Учить и стартовать». Я увидела этот вид спорта, загорелась, пришла в техникум, я на Штурмановском отделении училась. И учился такой Евгений Завадский у нас. А потом, который актер, театр и пушка достал. Я говорю, ой, так вид спорта понравился. Он говорит, ты знаешь, ты иди, говорит, на стадион «Динамо», я стадион «Динамо» никогда не видела. Хотя я в техникум ездила, в центре, недалеко кремлян, находился. В мой техникум. И говорит, ты там поднимешься, в такой подъезд, на второй этаж, тебе там примут. Я действительно поехала туда. А я говорю, а ты что? Он говорит, я туда тебя не пойду провожать, потому что я оттуда ушел в бокс. Я в тяжелом весе, а там никого нет. Меня заявляют и объявляют чемпионом, потому что кроме меня никто не заявился. Поэтому я, говорит, ушел из спиртования. Ну, я пошла туда заниматься. Кстати, я сначала занималась, мне никто не обращал внимания. Там спортсмены, которые что-то умели делать, мне представляли, говорят, ну, покажи там ей, как в стойке стоять, как передвигаться. А потом пришел тот тренер, которого по телевизору я видала, он там уроки давал ученикам, которым я потом в сборную команду. Через два года, после того, как я записалась, я в 55-м году записалась, в 57-м году я уже была включена. Мне было тогда очень много. Уже в таком возрасте близки сегодня не берут, понимаете. Сегодня 7 лет, 6 лет там принимают. А тогда мне был уже где-то 18-й год пошел. И тренер меня увидел. И, кстати, где-то в моем спорте с Азербайджаном тоже связано. В тот период, значит, Акта, такой, Исаков, был призван во внутренние войска. И он жил, был мастером спорта приставание, чтобы тренироваться, был размещен на том же стадионе. Я там из разливалки шла и проходила там зал, там где-то, и общее житие. Он жил в общем житии. А он был левша. И мой тренер меня приставил к нему для того, чтобы я брала уроки на левые руки. А он был членом сборной «Динамо». Вот я у него начинала тренироваться. И я с левшами дралась великолепно. Я думаю, что он меня сумел научить. То есть азербайджанец приложил все-таки руку к вашей... Очень большую, большую, да. Левую руку. Да, левую руку приложил к моему спекту. Да. А Галина Евгеньевна, а вот какие-то особенно, какие-то соревнования запомнить вам больше всего? Вот что часто вспоминаете? Ой, вы знаете, ну, вспоминаю периодами все. И то возникнет у меня, и то. Я вспоминаю в Турции, когда я уже второй раз стала чемпионкой мира в личных соревнованиях, когда я 3-0 проигрывала в финале решающий бой за звание чемпионки. 3-0. И остается минута боя. И вот у меня внутри что-то такое, говорит, нормально, выиграешь, выиграешь. Вот как будто, знаете, непонятно, откуда вот такое чувство. И я 4-3 одержала победу, и стала чемпионом мира. Вот так вот. Я эти моменты... Я и первый момент, когда во Франции, я вспоминаю, когда мне распороли руку, надо было зашивать, а я вела в бой, а там после выбывания, после второго поражения. Это у меня еще не было поражения. Я встречаюсь с очень сильной румынкой и веду у нее. это был уже завод в финал. И она мне расп... У нее был точеный клинок, что запрещается. И она мне распаривает вот между мизицей и безымянным пальцем. А там сухожилия нету, однокожая, там такая дыра и хруст. Пока меня зашивали, я прихожу, техническое время уже прошло. И мне засчитывает поражение, несмотря на то, что я вела бой. И я потом иду через учащительный бой, попадаю в финал и думаю, ну что, рука перевязанная. Ночью не спала, потому что она дергала от того, что большая рана. И так спокойно, спокойно. Вот это тоже момент. Вспоминаю, что я уже думала, что я в финал не попаду. И в общем, вот так не надо всегда очень хотеть, что-то надо веру хотеть, тогда победишь. Вы пережили Великую Отечественную войну и жили в старой Москве в деревянном доме в принципе без удобств. И в комнатке, которая была площадью 12 квадратных метров. А вот как Вы вспоминаете то время, каким было то время? Ведь несмотря на сложный послевоенный период, все-таки практически вся молодежь занималась спортом. По-вашему, почему современные молодые люди перестали интересоваться спортом? Знаете, мой тренер говорит, когда спортсмен купил машину, имеет хорошую квартиру, надо уже другого заводить спортсмену, у которого это нет. Тогда он будет показывать хороший результат. Или я говорю, русский человек, он за кусок хлеба делется, а если у него уже все есть, то ему уже ничего не надо. Я вспоминаю самые необыкновенные эти годы. Приблизительно жили все одинаково бедные. А почему физически были здоровые дети? Да потому что в доме сесть негде. Вот у нас 11 метров 6 человек. Две кровати, где мать с отчимом, у меня отец погиб через два месяца после войны, с отчимом спала, сестра спала на диване, я с бабушкой на второй кровати, а мой брат спал на полу. Где в комнате, там сесть даже негде было. Поэтому мы все время были на улице, организовывали вот эти дворовые игры, которых я сегодня не вижу. Потом где-то веревку нашли, пошли в парк Сокольники, между двумя деревьями повесили, начали играть в волейбол, нашли доску, поставили на ножки, взяли еще одну дощечку, поперек, пинг-понг начали играть. То есть все время во дворе дети занимались физической структурой спорта. Перекрывали мостовую, потому что мы в тупике, а мостовая была булыжная. И на этой мостовой играли футбол все. Это постарше уже такие 16-17-летние ребята. Потом, когда разыграли как бы ферлисты районы, где только можно было это поставить от футбола, шли официально в Сокольники, там Шеляево поле, уже как бы в финал вот этих дворов наших был на том поле, которое спартаковца потом стало в поле. И вот так поросли все, понимаете? Все эти целый день во дворах двигались, никаких там ни качель не было, никаких вот сегодня как устанавливают для детей, где-то лазить, ходить. Все. Земля была свободная, и мы все там организовывали. Все друг за другом следили, взрослые за детьми. Если какого-то ребенка не видели, спрашивали, ты его не видел? То есть все помогали друг другу. Вы знаете, мы до сих пор с людьми, которые вместе жили, общаемся как более с близкими родственниками, ездим друг к другу в гости. Но уже там нас мало уже таких осталось, но мы собираемся. Калина Евгеньевна, и все-таки вот как привлечь сегодня молодое поколение в профессиональный спорт? Что нужно сделать для этого? Ну, профессиональный спорт, я вам хочу сказать, вы знаете, сколько людей становится у нас в стране чемпионом мира Олимпийских игр? Он упадет, и у него есть результаты. Он сам себе выберет этот спорт как профессиональный спорт. Понимаете? Галина Евгеньевна, насколько мне известно, существует несколько видов фехтования, и наверняка в оружии есть какие-то различия возрастные категории, да? И говорят, что вот, кстати, вы говорили только что о том, что во время одного из турниров поранили руку. Это все-таки травматический вид спорта? Да нет, он не очень травматический, хотя у нас был и смертный случай, великолепный, выдающийся олимпический чемпион Владимир Смирнов, значит, погиб, потому что рапира сломалась, его проткнуло маску, в общем, и между глазницей и костью лобных ленок распорол мысли мозги, в общем, если так, у него ночью все там ну, не кровоизлияние, а отек мозга случился, практически он там жил недели две, наверное, искусственное дыхание, мы не будем о плохом говорить, но все это совершенствование сегодня невозможно практически вот так проткнуть, потому что в нержавейке делаются маски, потом пропаивается каждая ячейка, кевларовая одежда, а кевлар, вы знаете, пуленепробиваемый, так что постепенно пришли к тому, что это безопасный вид спорта, ну, я не знаю, ну и бокс опасный вид спорта, и футбол, вы знаете, мячом бьют, многие футболисты полной деменции находились, выдающиеся спортсмены, потому что вот эти удары, это огромные силы удара по голове, и другие виды спорта есть, где тоже, я не скажу, что это, ну вот у нас были такие случаи, но это все, ну что у меня, это опасность, ну зашили прямо, живьем даже, я не замораживала, говорили, скорее зашивайте, а то мне на дорожку нужно, так что сегодня, после экипировки, она так сделана, что практически невозможно получить такую травму несовмещенной жизни. Вот есть рапира, есть сабля. Есть шпага, да, но я хочу сказать, что женщины раньше только на одном виде оружия соревновались, это на рапире, потом вели шпагу женскую, а потом очень много уехала из, с Украины, уехали в Америку, и там стали лоббировать саблю женскую. И очень интересно, еще в миле она не развелась, всего один год, а уже была включена в Олимпийские игры. И большая часть рапиристок была переведена, ну это как в цирк можно было ходить на них смотреть. Один в рапирной стройке бегут, значит, и между саблей рапиры, ну это просто, я думаю, что надо было еще дольше, еще одну Олимпиаду все-таки не включать, потому что совершенно неравноценный олимпийский чемпион был в рапире, дрался и так далее. В шпаге тоже уже, она более-менее развелась, там уже сразу на шпагу брали, они переводили из рапиры, а сабли вот в рапиристке бегали по дорожкам, колотили себе клинками этими. Ну вот детей с чего начинают, вот учить, с чего лучше начать? Сейчас вы знаете, с чего начинают? Берут очень в детском возрасте, я говорю, ну а что, он уже подрастет, и психологически он уже состоится, потому что нервная система-то, она горит, но они всем не убеждают, что сначала они несколько лет занимаются общей физической подготовкой только, только постепенно в виде игрового питования они включают этот вид спорта. Ну дети очень любят, ну потому что, знаете, ну единоборство друг друга победить, ведь в человеке заложен соревновательный принцип, он должен все время быстрее быть, кого-то опередить, в автобус войти первым, метро, нанять удобную позицию, поэтому, и потом, этот вид спорта, он не ограничивает с каким-то возрастом, мы уже рассказывали про чемпионаты мира, я говорил, что до 90 лет и все выезжают, ну там уже дружба такая, знаете, друг друга кланяются, не стремятся там, хотят быть чемпионом мира, но все равно интеллект там побеждает уже, эмоции их. А вы за свою долгую спортивную карьеру наверняка не раз бывали в Баку, и каким он вам заполнился, и что понравилось, что успели? Вы знаете, последний раз я была на чемпионате Европы, это сказка просто, это просто Баку сказка, причем народ такой великолепный, дети, я заметила, говорят на чистом языке, ну азербайджанский я имею в виду, на чистом русском языке без акцента, все были милейшие люди, эти спортсооружения, ну только единственный был недостаток, так было жарко на улице, что не хотелось выходить из помещения, потому что там везде был кондиционер, ну я не знаю, мы все были восторгны, не только я, особенно мы поехали на пляж, ну там я думаю немножко цена, конечно, для простых людей такая, но я таких в Европе не видала мест отдыха, ну там где-то больше часа езды, я уже не помню какое-то место, но там просто великолепно было, мы выезжали загорать, покупаться, там и море было, и бассейн тоже там же был, ну все там, ну необыкновенное у меня впечатление осталось от последнего Паку, когда я была раньше, там очень много десятилетий тому назад, ну такой, знаете, типично азиатский, такой город с экзотикой своей азиатской, ну сейчас я просто великолепен, там конечно, город, все эти сооружения спортивные меня удивили, ну вообще, я хочу сказать, фехтование было очень развито в Азербайджане, значит, Корецкий олимпийский чемпион стал, ну Мамедов сейчас в Москве, правда, но он вырос у отца, отец-тренер, кстати, если он увидит передачу, большой ему привет, да, это его отец и его первый тренер, потом его взяли в ЦСКА, он здесь тренировался уже у другого тренера, известного фехтовальщика, олимпийского чемпиона, Марка Петровича, Мидлера, достиг вот двукратный олимпийский чемпион, он стал, первая чемпионка мира среди девушек, была Мирзоева из Азербайджана, ну Корецкий, я уже сказала, олимпийский чемпион, тренеров было много, очень, очень хороших тренеров было, было очень сильное, Баку, это самое фехтование, в общем, был очень хороший центр. А вот какие сегодня взаимоотношения между сборными России и Азербайджана по фехтованию, и возможно ли участие в совместных сборах каких-то? Ну, вы знаете, начало совместных сборов я не знаю, потому что уровень, я не бываю, я бываю только внутри нашей страны, там, когда в Москве проходят Купки мира или на чемпионаты мира, благодаря прекрасному нашему спорту президенту международной федерации фехтования, которая большую группу отправляет на чемпионаты мира, и этот, когда я там вижу. Поэтому, а он должен тренер, потому что здесь должны тоже сильные были фарринг-партнеры, вот какого уровня, уровня, я не могу сказать, но отношения у нас самые приятельские, у нас вообще спорти, во всех видах, абсолютно хорошие отношения, и все страдают от того, что мы разъединены, что мы в других государствах, потому что, вы же знаете, в последние годы, никто не знал, не обращал внимания, в какой национальности, мы жили просто в дружбе, действительно был единый советский народ, о чем, а сегодня вот на этой почве и разжигают вот эти страсти, которые никому не нужны, страдают только люди, кипнутых в печи, но ребенка потерять, извините, лучше в шалаше жить, только никакая война не нужна. Кстати, вот, Галина Евгеньевна, вы как раз сказали о том, как сохранить, может быть, дружбу или какие-то взаимоотношения после развала СССР, вы говорили об этом, вы в свое время, вы кандидат исторических наук, и в свое время написали диссертацию на тему культурной связи СССР со странами Западной Европы в 65-70-е годы, а вот сегодня, по-вашему, может ли, что может сблизить страны постсоветского пространства? Ну, я только думаю, что вот такая делегация общая этой страны, которая будет с детьми встречаться, потому что уже старшее поколение или вот это, которое после 90-х годов, оно уже неисправимое, на мой взгляд. Вот им что-то там удалбливали, их воспитывали, вот все покончить с прежним, все это, то есть традиции должны были быть забыты, то есть не было преемственности поколения. А сегодня надо воспитывать вот этих уже детей и показывать прекрасных людей, прекрасные взаимоотношения между теми, которые сегодня остались. А в спорте, я думаю, спорт – это вот та идея общая, которая должна объединить народы. Спорт объединяет. Спорт, да, ну, понимаете, это спорт – это тоже война, только без крови, да? Ну, поигрались, поигрались, а потом что мы делаем? Все жмем руку и расходимся, да? Вот надо этому всех научить, чтобы умели только руку пожать и сказать спасибо. Вы в начале интервью сказали, что собираетесь, или планируете даже, приехать в Баку с большим спортивным десантом. Когда это произойдет? Я не знаю, это возможности должны быть материальные. И как-то, я думаю, даже подключить к этому олимпийских. Ну, это вопрос, вы уже знаете, где даже стоять? Ведь у них есть совет стран СНГ, куда входят представители по спорту, куда входят наши представители. Сегодня я узнавала, что от России туда входит Юрьев Юрий Николаевич, который является, ну, он сегодня начальником международного управления. Вот эти люди входят. Надо просто тоже там пробудить этот вопрос, и чтобы они были заинтересованы, и даже на уровне Олимпийского комитета в этих стран организовать не только тех, которые друг друга знают, но и подключать выдающихся спортсменов, которые являются медийными лицами, которые в международных соревнованиях люди видели, было бы интересно встретиться и посмотреть, потрогать его. А что он представляет? Он такой же человек, как и все сидящие в зале, и не какой-то такой сверхъестественный. И все дети тоже потянутся к этому. И последний вопрос мой. Сегодня и в России, и в Азербайджане, и во всем мире все люди переживают очень сложный период карантина, всеобщая самоизоляция у всех дал вынужденно сидеть дома, и этот еще коронавирус. По-вашему, что бы вы пожелали азербайджанцам, бакинцам сегодня в эти сложные дни? Ну, я, во-первых, здоровья пожелаю, чтобы никто не заболел коронавирусом, потому что я сначала так, ну, первый период среди моего окружения никто не заболел, и мне казалось, ничего серьезного. А потом, когда стали выдающиеся люди умирать, я поняла, что никто никого не спасает, что это все ерунда, что мы излечимы, не излечимы. Там человек выкарабкивается, потому что это было бы излечимы. Вот великие люди, которые от нас ушли, они бы не умерли, если было бы какое-то средство, которое бы излечивать. Ну, может быть, какая-то начальность, они очень здоровые люди, да. А если человек уже в возрасте, чем-то заболевший, то здесь ему уже, значит, уже все написано. И столько, особенно в последнее время, ушло бы дающихся людей, я самое главное взяла бы всем здоровья, чтобы этот коронавирус куда-то исчез, ну, вы же понимаете, а еще один, что-нибудь другое появится. Это обязательно. Ну, во-первых, быть внимательным к себе и к своему здоровью. Вот я, например, хотя я недалеко здесь работаю, ну, у меня кабинет в Олимпийском комитете расположен, мне всего две-три остановки на автобусе, и тем не менее, автобус всегда пустой, потому что конечная остановка, там стадион, и никто, кроме в Олимпийский комитет, не едет. Я чуть-чуть позже, когда все проедут, выхожу, тем не менее, я всегда спрыскиваю горло, мажу свои руки, чтобы перчатки в окно. Кроме того, я ветероном обрабатываю свои ноздри, одеваю маску иду. Я пытаюсь не ходить в магазины, где много народу, или идти либо поздно вечером, либо рано утром, когда его тоже нет. Надо быть внимательным, не наплевательским. Авось уже здесь не пройдет, вот сегодня все это серьезно. Поэтому я желаю, чтобы каждый полюбил себя и заботился о себе, о своем здоровье. Спасибо за интересную беседу, ждем вас в Баку. До свидания. Самира, мы вас тоже ждем здесь. Увидите, как изменилась Москва, я ее сама не узнаю, хотя она мне не очень нравится в таком виде. Я москвичка в пятом поколении, поэтому мне хочется вот ту старину, которая была, ну, а людям нравится. Европейский город, прекрасно, укажет свой вкус, но я думаю, что всем понравится. Спасибо, увидимся, до свидания. До свидания.